Помню, дедушка был еще жив, и они с папой обсуждали папину кровать. И папа в ответ на ехидный дедушки на вопросы сказал, что ему просто приятно спать, раскинувшись во всю ширь и мощь. Спать посередине, да так, чтобы ни правой, ни левой рукой не доставать до краев. Не понимаю, что тут удобно, он сказал дедушка. А есть же и водички попить среди ночи захочется. Так и будешь бревнышком перекатываться к прикроватному столику. Тут я встряла, потому что как раз была рядом с ними, разговор шел в саду. Еще потому, что мне самое хотелось что-нибудь пошире, поудобнее. А у германского канцлера Бисмарка, сказал я, его одинокая кровать была еще шире, чем у папы с мамой. То есть чем у папы осталось после мамы. Ну, вы поняли, да? Очень широкая. Вот, сказал папа, многие достойные господа спят на широких кроватях. Тебе нравится Бисмарк? спросил дедушка папа. Папа засмеялся, в один и тот же миг патриотично покачал головой, но независимо пожал плечами. А ты откуда знаешь про кровать Бисмарка? спросил дедушка у меня. Видела фотографию в журнале. В журнале? Да, сказал я. Ух, какая страшная фотография. Мертвый Бисмарк лежит на кровати. Кровать огромная, четыре подушки, три белых, одна черная. А слева от него часы на тумбочке показывают без пяти четыре. Справа миска и свечка. И он правой мертвой рукой какой-то черной тряпкой.